В 9 часов вечера авария произошла на проспекте Байдебек, Био, рядом с мемориалом Кассерьет. Здесь столкнулись автомашины ВАЗ-2114 и Опель Вектора, который управлял частный извозчик. В результате этой аварии пострадал пешеход. Как рассказали очевидцы, ВАЗ-2114 подъехал к пешеходному переходу, по которому проходили три человека. Остановившись, водитель автомашины стал пропускать пешеходов, когда в него на скорости врезался Опель, владелец которой не среагировал на маневр ВАЗа. В результате удара автомашина выехала на переход, сбив одного пешехода. Его с травмами врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас подробности этого ДТП выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. А в 11 часов вечера аварию полицейские зарегистрировали на улице Бикет-Батыра. Здесь, как выяснили полицейские, водитель автомашины БМВ пятой модели не справился с управлением и врезался в электрический стол. Как рассказали местные жители, они ожидали, что этим все закончится. Машина на скорости гоняла по этой улице больше часа. В результате удара столб сломался и повис на проводах, обесточив несколько кварталов. Прибывшие полицейские лихача задержали и теперь он отвечает на вопросы сотрудников полиции. Ему также предстоит оплатить работы по восстановлению энергоснабжения района. Вечером примерно в 10.30 к полицейским дежурного пункта Ордобасы, расположенного в парке независимости, за помощью обратилась женщина. К полицейским она рассказала, что гуляя в парке, потеряла пятилетнего сына. К нам с пульта 102 поступило сообщение о том, что женщина потеряла малолетнего сына. Мы взяли с собой заявительницу и стали по приметам искать ребенка. Мы обошли четыре полицейских поста, когда по рации нам сообщили, что одна из дежурных групп его обнаружила. Мальчик прошел весь ночной парк, когда его увидели полицейские, тут же сообщив об этом отчаявшейся женщине. Большое спасибо, что так оперативно сработали наши полицейские. Я не ожидала, что его найдут за 10 минут. Мы с ним гуляли, я только отвернулась, а он куда-то исчез. Еще раз спасибо за оперативность. Полицейские доставили мать с ребенком домой, напомнив о том, что родители в первую очередь несут ответственность за своих детей. Днем примерно в 12 часов на пульт дежурного спасательного отряда поступил вызов с улицы Колтаева. Звонившие владельцы строящегося участка сообщили, что в 5-метровую яму под септик по неосторожности упал их 36-летний наемный рабочий. На место происшествия спасатели прибыли в течение 15 минут. Мужчина лежал на дне ямы, не в силах пошевелиться, у него был поврежден позвоночник. Спасателям пришлось соорудить самодельные носилки из кусков дерева, чтобы зафиксировать тело пострадавшего. На спасательную операцию оперативникам отряда потребовалось 12 минут. Вытащив мужчину наверх, они передали его в руки прибывшим врачам Центра медицины катастрофы. Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.